Хот-дог из Доширака Итак, народ, сегодня мы приготовим новое, авторское, никем не скопированное и не украденное на русском ютубе у другого блогера блюдо из нашего любимого Доширака Очень давно я уже не радовал вас своими крутыми рецептами из Доширака Я знаю, что вы обожаете эту тему И я надеюсь, что вы оцените мой сегодняшний рецепт, который я буду готовить не один У меня есть верный помощник Здравствуйте, я готов к работе Это, конечно, все хорошо, но готовить я, тем не менее, буду один Но зато он может заняться уборкой, пока я буду готовить Нередко на кухне во время готовки у нас бывает что-то падает на пол, а еще хуже, если что-то просыпается И тут на помощь приходит умный робот-пылесос Redmond 650S Который легко справится с задачей в автоматическом режиме с интеллектуальной системой двойной навигации Начинаю уборку Ну а если роботу нужна наша помощь, то можно направить его в нужное место с помощью пульта или же мобильного приложения Redmond Robot Также в приложении можно проверить его состояние и местоположение или, например, запланировать будущую уборку Робот-пылесос оснащен надежным мотором японского производства и обладает высокой мощностью при низком уровне шума Так что во время уборки он вас сильно не побеспокоит Время работы пылесоса составляет 140 минут, чего хватает для уборки в просторной трехкомнатной квартире в трех различных режимах Да что уж там говорить, он даже влажную уборку умеет делать и проводит дезинфекцию помещения с помощью специальной ультрафиолетовой лампы Она находится на нижней стороне пылесоса и безвредна для человека, но при этом беспощадно для бактерий и вирусов Очень, кстати, актуально сейчас, да? В общем, ссылку на умного робота я оставлю, как всегда, в описании к этому ролику Ну и пока мы будем готовить, я включу ему режим сухой уборки, мало ли у меня что-то просыпется По сосискам, которые появляются в кадре, а также по двум вот этим соусам, можно догадаться, что мы сегодня будем готовить хот-дог из доширака По большому счету, для того, чтобы приготовить вкусный хот-дог, нам должно хватить вот такого маленького количества ингредиентов Единственный вопрос, который наверняка у вас возникает, а как это мы сделаем булочку-то из доширака? Типа там тесто, тут тесто Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, народ, я надеюсь, вам понравились наши супер динамичные кадры, мы реально старались сделать очень красивую картинку Ну и это, как минимум, заслуживает вашего лайка Как считаете? Давайте прямо сейчас спустимся, поставим лайк и подпишемся на канал, чтобы не пропускать новые интересные рецепты из доширака Дело в том, что за то время, пока я отсутствовал, у меня в голове накопилась еще целая куча оригинальных, реально крутых рецептов И я надеюсь, что они будут еще и вкусными Ну а сейчас, друзья, мы ждем буквально 20 минут, наши заготовочки запекаются, сосисочки варятся Дальше останется только добавить кетчуп, добавить горчицу и наши хот-доги готовы Как думаете, вкусно у нас получится или нет? Прямо сейчас напишите ваш вариант в комментариях Ну а дальше вас ждет очередная порция красивых кадров Ну а там же попробуем и я расскажу вам свое мнение Субтитры сделал DimaTorzok Итак, народ, я не знаю, честно говоря, как у вас на картинке Просто я не уверен, что камера в полной мере передает то, насколько это ужасно выглядит Серьезно, это хот-дог из чертового доширака И вот когда смотришь его, особенно вблизи, честно говоря, съесть его желания не возникает Хотя, с другой стороны, если подумать, то по большому счету это фактически тот же самый доширак с сосисой Ну я думаю, что многие из вас, наверное, я не знаю, но в свои студенческие годы это было прям топовым блюдом Не в таком виде, вот как сейчас в мерзком, как бы, да, запеченном доширак Но, тем не менее, добавить сосиску в доширак это было очень козырно Субтитры сделал DimaTorzok В итоге, ребят, из трех пачек доширака у нас получилось целых 4 хот-дога Но вот в чем вопрос, вкусно это или нет? Я это, конечно же, попробую Пока что я вам такое готовить не рекомендую Но все может в корне измениться В принципе, если убрать отсюда горчицу А будем честны, это моя самая нелюбимая часть в хот-доге Именно горчица, терпеть ее не могу Но она входит в оригинальный рецепт Так вот, конкретно здесь горчица нахрен перебивает все вкусы И, честно говоря, я не понимаю, почему Все 4 хот-дога мы сделали с горчицей То есть мы их уже все испортили Я не знаю, может кому-то нравится Я просто терпеть ее не могу И вот тут она просто забирает весь вкус на себя А так, ну это как доширак с сосиской и с кетчупом Вполне себе съедобно И вот знаете еще какой момент? В отличие от того же доширак бургера Который делается примерно по тому же рецепту То есть в доширак добавляется яйцо и вот эти все дела Здесь хруст вообще не уместен Потому что в хот-доге булочка, она ну прям всегда мягкая Она мягчайшая А здесь получается ровным счетом наоборот Доширак фактически хрустит как чипсы Ну то есть под пиво эта закуска зашла бы просто на ура Если вы хотите удивить своих корешей Которых там собрали, не знаю, на совместный просмотр футбола Или может быть празднование нового года Вот эта штука реально не оставит никого равнодушным Я не обещаю, что она кому-то понравится Она просто не оставит никого равнодушным Вот что я хотел сказать Слушай, а я реально, ну, буду странным Если скажу, что мне это нравится Ну типа я бы на полном серьезе где-нибудь бы такое еще съел Так вот, слушай, мы же только что придумали новый рецепт для хот-дожной обломова Друже, можешь нас не благодарить, можешь включить этот рецепт в свое заведение Мы вообще не будем против, даже больше Я готов приехать на официальную дегустацию, чтобы подтвердить, что вкус точно такой же мерзкий Потрясающий, я хотел сказать потрясающий Нет, серьезно, это, конечно, не мишленовское блюдо Но что-то в этом есть Хот-дог из Доширака определенно имеет место быть И это далеко не самое худшее, что я готовил из этого продукта На самом деле, если показать его вам вот так То это похоже, знаете, на какое-то уличное блюдо где-нибудь в Юго-Восточной Азии Там, я не знаю, или в Корее Когда, знаете, мясо там, или те же самые сосиски Их обжаривают в какой-то такой, типа, темпуре Она такая в виде тонких-тонких макарон И вот это реально, ну, похоже на уличную еду из Азии Так, в общем, очень давно я уже не выпускал новых рецептов Чем решили воспользоваться некоторые недобросовестные блогеры И решили выдать вам свои великолепные рецепты Доширака За свои, свои за свои, какая-то херня Короче, такого больше не будет, ребят Я вернулся, поэтому на этом канале вас будут ждать новые безбашенные рецепты блюд из Доширака Ну, а чтобы их не пропускать и всегда быть в курсе того, что именно можно приготовить из этого замечательного продукта Не забывайте подписываться на мой канал А также обязательно ставьте ваши лайки И, конечно же, показывайте это видео друзьям Ну, а про колокольчики, я думаю, вам уже напоминать не стоит А если вдруг не в курсе, друзья Если вы не нажмете на колокольчик То завтра на обед вам достанется Доширак-хотдог Так что подумайте Стоит ли оно того? Сразу вам скажу нет Лучше и намного безопаснее для желудка нажать на колокольчик Такие дела, друзья Меня зовут Тимур Я на ютубе Главный по Дошираку И я прощаюсь с вами до следующего видео Счастливо и приятного мне аппетита